что такое гудеть мычать вибрировать и вот тогда они зовут политиков народ жаждет действия гудят недовольство зачем быть в оппозиции если ты уже заработал сытые стали недовольными о протесте не так давно ко мне пришел художник современный предложил перформанс же шествие недовольных нужно выйти на центральные улицы кое-кто будет белым сказал он и пройти по ним гудя смысле гудя спросил я прямом утробно ответил он гудя от недовольства кое-кто пусть плачет мегафон время от времени не постоянно то сами с ума сойдем я тут даже грешным делом подумал что кто-то уже сошел да точно пусть это будет славянское причитание от которого не устают ни голосовые связки не уши еще пусть кто-нибудь несет свечи это даст настроение дальше современные кажется свободный художник говорил что огонь свечи поднесенный к рту плакальщика не будет колебаться потому что звук проходя по всему телу в теле и останется а потребность в эмоциональном контакте сильно не удовлетворенную современных людей о том что из современного общества исчезла ритуализация повседневности когда люди собираясь вместе молятся поют смеются над кем-то и плачут о ком-то что люди все равно недовольно гудят неслышным гудом и пусть лучше они выйдут на улице без политических лозунгов вот так не произнеся ни одного оппозиционного слова и выразит свое недовольство что такое гудеть мычать вибрировать просил я и тут художник использовал метафору ну это как если бы кто-то сидел в глиняном кувшине сказал он скулил а стенки отражали бы звук не выпуская его и запихивали обратно в источник хороша метафора согласитесь особенно когда вспоминаешь ту что глиняном великане и слова президентских пресс-секретарей издающих звуки согласованные с высшей точкой зрения сыты стали недовольными говорят они и мы понимаем о чем речь да у нас животах не урчит от голода но прав художник гудит недовольство думаешь действительно точка зрения слишком высока если с нее мы видимся такими незначительными что единственная наша потребность набить брюхо будто если я приеду в умирающую деревню своей новосибирской области с куском дорогого сыра в желудке то не стану злиться и не захочу всех сволочей к стенке поставить власть региональные которые развалу не мешали да и федеральные создавшие систему при которой все разваливается это же самая земля в другой экономической системе нормально бы работала и кормила множество людей и они бы не спивались у них был бы смысл жизни их дети ходили бы в школу а население росло все хотели бы сибирь осваивать а сейчас отдельные островки где теплится жизнь на фоне бескрайней разрухи и мне гражданину россии предлагают успокоиться быть сытом а главное чувствовать себя довольно многие думают что протестуют те кто доведен до крайности но на самом деле чаще всего это не так даже энгельс в свое время сказал люди в первую очередь должны есть пить иметь жилище и одеваться прежде чем они будут в состоянии заниматься политикой наукой искусством религии так далее революционерами во все времена были те кому есть что терять они шли в тюрьму и на плаху а те ради кого это делалось чаще всего лишь угрюмо непонимающе смотрели им след отчего им то не хватает в этой жизни пролетариату нечего терять кроме своих цепей но многим эти цепи кажутся на вес золота и они боятся даже высказаться против тех кто напялил на себя золотые цепи когда в 2002 году я начал заниматься политикой то пришел в кпф пришел я как вы помните из бизнеса и быстро наладил финансирование проектов которыми стал заниматься после этого на меня начали смотреть ну как на полного идиота а затем и как на засланца олигархов партийцы сидевшие до этого в нищете не понимали зачем быть в оппозиции если ты уже заработал тогда я узнал почему большинство избранных кпф губернаторов тут же перебегают на сторону власти да просто они дорываются до кормушки и ничего им больше не надо это был важный урок и я понял только разорвав причинно-следственную связь пришел во власть разбогател только так можно что-то изменить но для этого придется менять основы государственного управления и косметическими мерами тут не обойтись а пока нужно привлекать в оппозицию как можно больше успешных людей в том числе побывавших во власти причем тех кого оттуда не выгнали а кто ушел сам отказавшись от части благ для себя во имя перемен для всех люди которые чем-то пожертвовали самые ценные они верят в то что делают они просто им некуда идти это же очень важно понять и принять мотивацию тех кто идет в оппозицию протест начинается в двух случаях когда тебя оскорбили или же когда ты веришь что можно что-то изменить просто от абстракта плохой жизни люди не протестуют протест униженных и оскорбленных самый яростный он захватывает как вихрь будоражит как глоток обжигающего спирта но он и легче всего заканчивается его трудно превратить в осмысленное организованное целенаправленное действие как сейчас помню морозное утро 22 января 2005 года в красноярске заканчивалась третья неделя выступлений пенсионеров против монетизации льгот качестве лирического отступления скажу это вообще очень характерная ошибка властных либералов стариков тогда просто обидели когда вместо почета выраженного в льготах предложили им деньги и никаким рациональным соображением тут просто не осталось место даже когда эти деньги были значимыми это все равно воспринимали как оскорбление и шли на улицу в россии лишить человека знаков уважения это часто куда как хуже чем лишить его денег это хорошо знают большие начальники у которых все есть а уважение это нет и покупают себе всякие научные степени награды и даже воинские звания чтобы сказать всем но прежде всего самому себе я достоин уважения других же они пытаются его лишить самоутверждаясь за счет тех кому должны служить так вот протесты против монетизации льгот начались 9 января 2005 года столетнюю годовщину кровавого воскресенья начавшего революцию 1905 года закон об этой монетизации наспех принимали в августе 2004 но недавно созданный нами левый фронт тогда буксовал альянс комсомольцев кпрф сталинистов из акм и троцкистов из ррп не смог поднять против этого закона людей мы были уверены что он сколыхнет страну но все что нам удалось разбить двухнедельный палаточный майдан на отвоеванные у омона площадке перед памятником марксом в москве на театральной площади народ не поднялся массовым протест не стал и в палатках просидела только левая молодежь изнывая от асфальтовой жары равнодушные прохожие в августовские погожие деньки торопились по своим делам шли мимо людей закон пока не коснулся и протестовать они соответственно не были готовы хотя тогда его можно было остановить депутаты еще не распробовали кремлевскую вседозволенность не отметить кровавое воскресенье 9 января мы тоже не могли но и не хотели выглядеть кучкой сумасшедших спартанцев которые в длинные зимние каникулы числом несколько десятков человек идут мерзнуть на очередную московскую площадь и тогда мы делаем нестандартный ход мы всем активом едем в подмосковный солнечногорск поддержать выдвинутого кпрф кандидата в мэры города полтора часа его электрички и крайне замерзшие леваки выгружаются на станции надо срочно согреться и мы идем на самую людную улицу общаться с народом главная улица это ленинградское шоссе воспетая кости кинчевом трасса е-95 правда сейчас она называется е-105 но кто там считает и совершенно неожиданно наша агитация оказывается крайне возбуждающий нас обступает армия ошалевших а длинных праздников подмосковных мужиков и бабушек которых больше не пускают бесплатно в электричке съездить в москву к внукам и за лекарствами толпа быстро перекрывает ленинград в тот же день нас поддерживают или во фронтовцы ярославля на следующий день встают химки еще через день начинается осада смольного в питере а вот 22 января 2005 года волна докатывается до красноярска я тогда там живу помогая восстанавливать единство края нарушенное в 90-х губернатор александр хлопонин оказывается проводить монетизацию видя что дело то пахнет керосином но народ видит вокруг идут практически боевые действия на алтае захватили администрацию края в томске штурмуют правительство области в новосибирске толпа перекрыла центр не желает это видеть только московская либеральная оппозиция которая как раз искренне поддержала поддерживает наиболее антисоциальную и взрывоопасную реформу путинского периода потому что она была придумана егором гайдаром и разработана надеждой косаревым президентом фонда института экономики города а реализована она вообще была игорем шувалова вообще работа шувалова над реформой монетизации льгот это была просто попытка перетянуть центр принятия экономических решений в кремль где он тогда работал после чего сам шувалов мог бы претендовать на должность премьер-министра про последствия для народа и для страны по традиции вообще мало кто думал но так или иначе в ходе тех протестов путин впервые всерьез испугался что может потерять власть его рейтинг упал с 84 процентов 2004 до 48 к февралю 2005 это вообще наибольшее падение за все время его пребывание у власти тогда напротив красноярской краевой администрации собирается тысяч пять человек учитывая размер города немногим менее миллиона это очень много больше на самом деле чем протесты на болотной несмотря на мороз градус дежурно унылого митинга к прф растет с каждой минутой народ жаждет действия первый секретарь крайкома партии владислав юрчик объявляет митинг закрытом новым бабушки шумят а как же мы кто-то запевает интернационал никто не даст нам избавление не бог не царь и не герой добьемся мы освобождение своею собственной рукой опытные портбонзы явно не горят что-то делать тем более своими собственными руками и так бочком бочком спешно ретируются на неочередной пленум я же с соратниками по левому фронту романом бурлаком максимом фирс вам и андреем селезневым неожиданно для себя оказываюсь во главе колонны глаза бабушек явно ощутивших себя юными комсомолками 20-х годов горят их не погасить вихри враждебные веют над нами и вот с варшавянкой мы идем к дверям администрации края и на самом деле без особого труда врываемся внутрь перед нами пустой вестибюль отделанный мрамором в классическом стиле метко названным одним писателем ампиром во время чумы несколько испуганных охранников побросавших оружие прячутся в коптерке и не души вот они коридоры власти какое-то время еще висит тишина в ней слышно наше дыхание струящиеся облачками надежды так надо составить требования решаю выглядеть командиром я ром пиши мы жители красноярска требуем кто-то дает листок сомнительной чистоты а фирсов тя тащат из шевелюры оля анджела дэвис огрызок карандаша но чтоб такое потребовать чтобы губернатор то мог выполнить вопрос требований вообще не так однозначен как кажется когда я работал в нефтянке опытный коллега учил как справляться с невыполнимыми задачами возникавшими у нас регулярно значит скажем говорят тебе на луну прыгнуть садишься понимаешь раскладываешь задачу на этапы пишешь в снабжение прошу обеспечить в недельный срок пружину такой-то жесткости и такого-то размера докладываешь к прыжку готов а если нужную пружину снабженцы не найдут ну так это не к тебе вопрос ты же свое дело сделал в общем этот нехитрый прием нередко отражает подход оппозиции к ее требованиям легче всего смело и бескомпромиссно требовать того что никогда не будет исполнено и ты чист и народ говорит ух какой смелый и ответственности ноль эту ошибку сделали на болотной и ничего не добились но я так никогда не делаю люди же идут за успехом они хотят стать его частью а к горлопанам доверие быстро теряют поэтому многие с отвращением а голосуют за единую россию потому что хотят ощущать себя частью успеха и силы красноярске в итоге мы требуем снижения тарифов на электроэнергию резко выросших с нового года вполне реальная тема но грабли лежат другом довольно неожиданном месте губернатор со всей прохоровской тусовкой до сих пор не вернулся из куршавеля тогдашний губернатор красноярского края александр хлопонин был деловым партнером одного из создателей группы аннексим владевший норильским никелем и потом кандидата в президенты россии михаила прохорова а последний на новогодние праздники всегда устраивал выезды представителей российской так называемой элиты во французские альпы в городок куршевель его деловые партнеры обычно также ездили с ним их хлопонин не исключение 2007 году разразился большой скандал французская полиция арестовала прохорова подозрению в сутенерстве из-за большого количества молодых девушек сопровождавших олигарха подозрения конечно были быстро сняты однако традиция роскошных празднеств в итоге прервалась а сам прохоров тогда даже вышел из руководства норильского никеля но тогда хлопонин был еще в куршевеле и вручать нашу петицию было банально некому в общем пришлось письмо запорожца в султану под объективами телекамер всучить дрожащим охранникам убедив их что бабушки временно временно оставят их в покое а дальше с чувством выполненного долго разойтись но как-то не по коммунистически как моисей с евреями по пустыне я брожу по городу полиции в нем вообще нет думаю если бы мы ходили по центру еще часа три-четыре в окнах бы точно появились красные флаги а почетные горожане из числа не уехавших во францию единороссов вынесли бы хлеб соль и городские ключи но в итоге мы благополучно окружаем мэрию и блокируем коммунальный мост через енисей тот самый что сейчас на 10 рублевых купюрах но создание второй версии сибирско-дальневосточной республики в наши планы пока не входят как и повторение судьбы колчака помню чувство растущего отчаяния на фоне успеха а что теперь делать-то толпа поет жертвы упали в борьбе роковой возникает даже какая-то белая зависть героем этой песни и я клянусь себе что впредь всегда буду иметь точный план действий на наше счастье на пути встал несчастный взвод омона который схватил одного из наших товарищей романа бурлака у толпы сразу появилась цель мы осадили у в д повалили автозак задержанными и добились от перепуганного генерала милиции освобождение комсомольца это была полная победа мы объявляем что неделю ждем ответа на народный ультиматум а сейчас товарищи по домам набираться сил вспоминаю красноярск же когда 10 декабря 2011 года открываю митинг на болотной огромная толпа волна возбуждающие пьянящий свободы ощущение чего-то нового и полная беспомощность организаторов если бы мы были на площади революции опытный актив левого фронта нацболы анархисты попытались бы направить энергию разгневанных москвичей в русло действия ну так работает еще и символизм названий я долго буду помнить смену революции на болото о если бы если бы если бы но история ж не знает сослагательных наклонений значит время тогда еще не пришло нам только предстояло начать трудное превращение обиженных и обманутых избирателей в убежденных и ответственных граждан в девятнадцатом веке во франции жил такой алексис де токвиль он вошел в историю законами своего имени в ссср их не изучали а зря знание одного очень пригодилась бы в девяносто первом кратчайший путь к свободе ведет к наихудшей форме рабства думаю быстрая победа протестующих на болотной с тем составом их лидеров вновь подтвердила бы правоту токвиля мелкие противные интриги иных коллег вокруг состава будущего комитета подсказывают именно это власть надо выстрадать ее как женщину надо завоевать тогда будешь ценить и охранять ее честь и достоинство после победы в декабре 2011 страна на миг стала единой единой в униженности и бессилии это единство быстро распалась и оказалось что у благополучной москвы и разграбленной россии мало общего в столице сработал другой закон токвиля с увеличением уровня благосостояния резко возрастает уровень социальных притязаний он подтверждается по всей стране самые успешные профсоюзы например создают там где зарплаты самые высокие профсоюз норильского никеля профсоюз форда вспомните какую роль в распаде сэр сыграл независимый профсоюз горняков при том что именно шахтеры были элиты рабочего класса и получали в союзе больше всех наиболее дружно за оппозицию в 2011 голосуют экономически самые сильные регионы сибири урала крупные города именно в москве концентрация благополучных людей оказалось достаточно чтобы не уехав из страны поодиночке они начали драться за то чтобы остаться и сделать россию для себя комфортной эти сверхновые русские тогда стали опорой нового протеста сменив коммунистических бабушек самый горючий самый политически перспективной средой в россии стал новый ранее пассивный класс представители малого и среднего бизнеса а также научно-техническая и культурная интеллигенция красноярске же в 2005 внеочередная сессия краевого совета депутатов выполнила условия нашего ультиматума и снизила тарифы на электроэнергию на время они стали ниже всех в россии бурлак фирсов и селезнёв стали народными героями а последний даже возглавлял фракцию кпф в городском совете вплоть до своего исключения из партии зюгановым за неотроцкизм так что мы мерзли не зря реально действовать это вам не утробно гудеть в знак протеста как предлагал тот художник это искать находить и принимать решения это создавать то чего еще не было используя каждый выпадающий шанс 2011 году у нас был такой шанс создать в россии оппозицию как широкую и сильную коалицию тогда в среде так или иначе способные на попытку это сделать родилось два соперничающих организационных центра воплотивших себе две конкурирующие модели и два политических мировоззрения но прежде чем перейти к ним вспомним как все было первый после выборов митинг 5 декабря на триумфальный навальный яшин и ряд других на моих глазах задержаны удальцова же вяжут за день до того за акцию на красной площади в день выборов всем дают по 15 суток брожение на триумфальный длится три дня на которые я хожу как на работу я абсолютно убежден в этот момент в москве есть все условия для майдана люди выходят их месяц полиция ходят новые стоит поставить палатки и никто никуда не уйдет москвичи понесут еду и будет как в киеве мы готовим именно этот сценарий для митинга на площади революции но мешает не побоюсь этого слова предательство дрогнувшие перед возможным обострением либеральной части партеста ему предшествует подача совместной заявки на митинг левым фронтом и солидарностью у фронта в куар-комитете большинство его представляют двое из трех заявителей сергей и настя удальцовы а солидарность надежды митюшкина эти три человека и только они имеют право принимать решение по поводу митинга так как заявку подают еще до выборов то власть разрешает митинг на площади революции 10 декабря еще не ожидая никаких массовых протестов и отменить его она по закону уже не может вот и начинает договариваться итак ситуация настя и надя на свободе удальцов на сутках вместо него левый фронт делегирует на переговоры с властями меня вернувшегося из новосибирска настю зовут в мэрию согласовывать звукоусиления и рабочие вопросы мы встречаемся с александром горбенко заместителем мэра москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики он говорит у нас возражений против митинга до площади революции нет у вас же есть разрешение но вот товарищи из мбд говорят что возможно придет слишком много народу будет давка так что давайте добровольно перенесем митинг на болотную мы говорим категорически нет для нас это принципиально и с точки зрения тактики рядом же красная площадь и но и с точки зрения символики название площади откуда по нашему замыслу должен начаться непрерывный и массовый протест есть это слово революция тогда власти решили сделать маневр и приглашают правозащитника льва пономарева крайне опытного переговорщика в посреднике и левый фронт и солидарность ему доверяют но лев не хочет играть в эти игры и принимает нашу сторону и вот тогда они зовут политиков бориса немцова и владимира рыжкова при посредничестве журналистов сергея пархоменко и алексея венедиктова на тайное совещание за бутылкой виски немцова москве даже нет но он приезжает из нижнего новгорода борис до этого момента в подготовке митинги не участвуют но тут чувствуют возможны большие события и как опытный политик не остается в стране мэрия им говорит давайте договариваться и дает четверки приглашенных возможность включиться к подготовку протестные акции хотя это на сто процентов незаконно они не входят в число заявителей в обмен на их согласие использовать доступные им сми новую газету радио эхо москвы и телеканал дождь чтобы попытаться доказать нам и показать людям надо идти на болото то есть журналисты там были для того чтобы политики пошли на сговор а союзные им сми тут же распространили это как принятое решение и тем самым сделали процесс необратимым мы как заявители стояли твердо площадь революции и это не обсуждается в итоге начинается скандал со взаимными обвинениями особенно жестко наезжает на немцова евгения чирикова и она в принципе была полностью права я же стараюсь как всегда не дать разногласия внутри оппозиции выплеснуться на публику моя принципиальная позиция всегда у нас могут быть любые споры но их нужно держать внутри движения не давать против нас оружие нашим врагам но я все равно считаю и тогда и до сих пор перенос митинга на болотную это возмутительное предательство и хуже того политическая ошибка размен интересов стартующего протестного движения на личный политический статус чтобы войти в группу его организаторов складывается довольно некрасивая ситуация участники совещания добиваются не от соратников а от властей чтобы те их признали организаторами протестов а кремль конечно используют эти амбиции чтобы перенести митинг с площади революции на болотную но болотная это тупик со всех точек зрения это же остров на москва реки кремль красная площадь все ключевые с политической точки зрения объекты за рекой туда и в остальную москву ведут всего два моста перекрыть их отрезать протест от города полицейскими кордонами изолировать пара пустяков устраивать майдан на болотной абсолютно бессмысленно едва начавшись протест попадает в окружение а наш изначальный план палаточный городок и непрерывный митинг вблизи кремля уверен москвичи его поддержали бы а следом стали бы включаться и регионы тогда же в провинции прошли массовые митинги и увидев что люди в москве стоят они бы простояли неделю и больше как в других местах где такие действия приносят успех даже если бы в первую ночь осталось только 100 человек скоро было бы 100 тысяч а если бы власти пошли на разгон 100 тысяч пришли бы еще раньше кремле и на лубянке это предвидит видит именно таким образом тем более что три дня протестов на триумфальный показали москвичи бы остались палаточном лагере в достаточном количестве именно поэтому в мэрии от нас требует перенести митинг за реку под надуманным предлогом что площадь революции слишком мало и может начаться давка для них это вопрос жизни и смерти в прямом смысле слова но каждый кто бывал в центре москвы знает сама площадь революции где выход из метро и впрямь не велика но у нее с одной стороны сквер театральной площади где стоит памятник марксу а с другой огромное пространство манежной и вот тут же красная площадь но даже если бы уйти туда не удалось аргумент продавку это чистой воды обман место там довольно и никого бы не подавили так что сговор о переносе митинга на болотную стал подарком судьбы для властей перебороть солидарные усилия госсми и либеральных медиа в лице эхо москвы дождя лентеру и новой газеты мы конечно не могли и ради сохранения единства оппозиции я принял решение максимально успокоить своих соратников перегруппироваться и перейти в наступление позже в итоге митинг на болотной я веду вместе с владимиром рыжковым договоренность о составе ораторов проста есть две организации левый фронт и солидарность поэтому выступают по очереди один человек от фронта один от солидарности так что все левые левые либералы пишут записки мне и все кто хочет выступают и депутаты и общественники и поэты в общем от толоконниковой до джемаля более правые пишут аналогичные записки рыжкова и он дает им слово все демократично никаких фильтров хотя это все уже конечно не имеет значения потому что все происходит на болотной а не на революции там бы митинг стал началом а потом бы мы заняли всю площадь в том числе красного и развитие событий могло бы быть другим но а так все ограничилось митингами первые подготовили довольно плохо маленькая сцена слабое усиление но просто никто не ждал такого скопления народа большая часть площади сцену не слышит но все все равно идет на высоком градусе на сцену дал денег мой коллега депутат от справедливой россии сергей петров плакаты с лозунгами несколько сот я делаю за свои деньги и мы их раздаем народу у людей боевой настрой прилив энергии ощутимо дует ветерок история и когда митинг завершается я подхожу к рыжкову а потом к немцову и говорю им окей митинг кончается но надо же продолжать ну а конечно говорят они надо закреплять успех заявляю я ну мы подумаем над этим как-то уклончиво говорят они левый фронт предлагает создать рабочую группу с пропорциональным представительством от вас и от нас как мы только что сделали необходимо начать готовить новые действия не только митинги но и вообще настаиваю я но мы посоветуемся был ответ давай созвонимся на днях и решим а вечером выходит новость что борис немцов и владимир рыжков а также решивший сменить амплуа журналиста на политика сергей пархоменко создают оргкомитет и нас вообще не приглашают типичное поведение для российской либеральной оппозиции как этот между собой чик за виски собственно такой подход и приводит из раза в раз к бесчисленным скандалам и расколам ну кому такое поведение может понравиться зовут в кавычках навального который сидит и удальцова который тоже сидит что очень удобно из политиков зовут еще геннадия гудкова а также приглашают несколько деятелей культуры которые раньше в политике не участвовали из левых кроме пустого кресла для удальцова и никого собирается комитет все на том же болотном острове точно не помню но по моему на территории дождя и мы туда в итоге приходим без приглашения просто в явочном порядке заговорщики пускать нас не хотят но мы говорим что не уйдем и садимся за стол я говорю мы считаем это неприемлемо и недемократично ваш оргкомитет никто не избирал если мы строим массовое движение снизу все должно быть открыто нет шумят они если все открыто это базар я все равно буду это делать объявляю ты раскольник кричат мне а вы сектанты отвечаю я и вечером того же дня на базе общественного телевидения игоря яковенко мы в доме журналистов создаем свой оргкомитет объявляем все открыто для всех приходите у всех равный голос никаких код важно только разделять общие цели честные выборы признание этих результатов недействительным и демократизация жизни в стране и приходит мощная толпа в итоге два оргкомитета какое-то время действуют параллельно друг друга признают но с оговорками борис немцов быстро понял ошибку и они вместе с геннадием гудковым во-первых соглашаются с нашим участием в вип-комитете во-вторых сами регулярно приходят в народной где в прямом эфире общественного телевидения постоянно собирается около ста человек я тоже бываю в обоих служу таким связующим звеном чтобы решения принимались согласованно либералов я конечно такой полувраг но мы договариваемся что закрытый оргкомитет выполняет техническую функцию сцена проход безопасность а вот открытый он обеспечивает публичное принятие политических решений о развитии движения совпадают они к сожалению не всегда на проведенном народным комитетом и признанным вип-комитетом открытом рейтинговом голосовании по выступающим на митинге 24 декабря ни разу раньше такого не было не проходят алексей кудрин михаил прохоров и ксения собчак но их все равно проталкивают на сцену я против собчак она нам ничего не добавляет зато дает госсми аргументы для контр пропаганды но ксения ж тогда девушка или яшина по прохорову я лично голосую за считая что он нужен для того чтобы люди видели крупный бизнес тоже здесь и происходит раскол элит но вот кремль тоже увидел в этом угрозу поэтому в итоге кандидат президента прохоров на митинг приходит но осторожненько стоит в стороне не выступает а вот по кудрину был вопрос особенно тяжелый народ его искренне ненавидит за неолиберальные реформы но в вип-комитете его выступление считают особенно важным потому что надеются на кулуарные переговоры с путиным через посредничество бывшего министра финансов я лично тоже за переговоры но только если народный орг комитет даст на них мандат выборов трех полномочных переговорщиков разумеется это не устраивает коллег которые хотят представлять движение сами поэтому в итоге переговоры и не состоялись путин кудрину сказал что ни у него не у пославших его оппозиционеров нет народного мандата назначат и говорить не о чем тем не менее второй митинг 24 декабря проходит успешно народу море у всех прекрасное настроение можно развивать успех но вип-ор комитет дружно едет в новогодний отпуск мы остаемся но власть то уже понимает эти люди не готовы отказаться от личного комфорта и амбиций и надо бить в ответ дальше дальше кажется еще что все идет по восходящей протест нарастает но на самом деле нет все уже катится вниз я убежден очень важно чтобы протест шел снизу от людей и чтобы люди те кто хочет и может содержательно участвовать в том числе в штабной работе были включены в планирование принятие решений совместный поиск и коллективные действия чтобы не было никаких искусственных ограничений тут очень показателен опыт акции окупая бай с 8 по 16 мая 12 года примером для окупая бая был американский лагерь захвати уолл-стрит окупай уолл-стрит это действие гражданского протеста в нью-йорке начавшаяся 17 сентября 2011 года цель участников той акции длительный захват улицы уолл-стрит финансовом центре нью-йорка с целью привлечения общественного внимания преступлением финансовой элиты и призыв к структурным изменениям в экономике движение захвати уолл-стрит за год провело более тысячи акций протестов большинство из которых прошли финансовом районе нью-йорка связи с ними американская полиция арестовала более 1800 человек большинство из них 700 человек задержали в октябре 2011 года после того как манифестанты вышли на проезжую часть во время марша через бруклинский мост акции захвати уолл-стрит проходили в других городах организаторы поддерживали связи и координировали их с единомышленниками за рубежом в испании канаде израиле португалии греции австралии великобритании и других странах уровень поддержки акции в соединенных штатах составил 40 50 процентов населения 16 октября 2011 года даже президент обама выразил солидарность с протестующими схожий способ самоуправления проявил себя в двадцатом году в ходе акций в сша под лозунгом black lives matter так вот у нас окупая бай возник так жесткий разгон омоном митинга на болотный 6 мая и массовые задержания не прекратили протесты на следующий же день людей собирает алексей навальный но его быстро задерживает полиция однако часть активистов и я в том числе какое-то время держим площадку у памятника героям плевны в центре москвы но ясно и и мы удержать не сможем и мы находим другое место в центре на чистых прудах площадь у памятника великому казахскому поэту абаю кунанбаево где мы начинаем акцию собственно и названную по аналогии с акупа с американской окупай уолл-стрит и с другими подобными окупая бай и это был уникальный опыт самоорганизации снизу на конкретной территории где люди живут и сами принимают решения и поддерживают порядок это собственно и был московский майдан где не нужна полиция государственные службы формальные атрибуты власти налоги участники сами собирают деньги покупают еду и устраивают свою жизнь полное самоуправление снизу организуют левые активисты и открытое заседание научного клуба джона локко проведенная ниной беляевым и дмитрием петровым собирает небывалое количество участников ежедневно тысячи москвичей приходят на политические дебаты и дискуссии акупая бай вообще эта акция заслуживающая изучения социологов социальных психологов исследователей гражданского общества и его отношений с властью она была конечно еще не зрелой не готовы к успешным плановым действиям но и что с того что незрелый пусть бы дозрела окупая бай не лидеры накачивая это инициатива снизу веселая с огоньком сама организация вот немцов идет выступать его свита раздвигает людей а на пути у них анархисты следящие за порядком и они говорят очередь пожалуйста выходит не так уж и не прав был прудон анархия бывает и матерью порядка дело дисциплине и осмысленности действий вот борис встает в очередь москвичи и это еще одно доказательство того что майдан на площади революции в декабре состоялся бы массово несут протестующим денежные пожертвования и покупают продукты воду все необходимое но власть конечно понимает к чему это идет и акцию прекращает применив довольно незатейливую полицейскую провокацию в установленные на территории лагеря биотуалеты они подкидывают дрожжи вонь антисанитария и местные жители требуют навести порядок ранним утром 16 мая полиция лагеря ликвидируют часть протестующих идет на кудринскую площадь часть расходятся спад движения продолжается почему спад ну потому что люди несмотря ни на что по большей части существа рациональные никто не хочет лезть под дубинки если не видит в каком направлении развиваются события и если шансы на успех при всех плюсах самоорганизации смысл окупая бая был в самом окупая бая но он уже не может стать майданом слишком далеко от кремля и слишком поздно момент упущен путин уже президент сейчас я вижу закат начинается раньше состояние в фонтане и разгона митингом омоном на пушкинской площади через день после выборов путина 5 марта 2012 года тогда я сам думал ну вот это наверное все народный оргкомитет прекратил работу общественное телевидение закрывается но приходит 6 мая и мы видим неожиданный для всех мощный всплеск протеста в ответ на действия властей поднимается новая волна после событий 6 мая удальцово с навальным как двух наиболее заметных лидеров протеста арестовывают на 15 суток несколько дней я наблюдаю происходящее на окупай абая и мне приходит в голову идея создания постоянного штаба революции который бы заменил исчерпавший свой потенциал оргкомитета 19 мая я провел в интернете голосование где из примерно полутора тысяч участников 55 процентов одобрили мою идею а 24 процента высказалась за переход к тактике малых дел в регионах и еще 20 процентов сказала что лучше вообще копить силы не пытаясь оживить протестную активность так или иначе используя статус депутата и вот этот мандат народного доверия я еду к арестантам спецприемник номер один на симферопольский бульвар с идеей создания координационного совета оппозиции выглядит это довольно забавно потому что втроем нам встречаться нельзя и поэтому я говорю с каждом с навальным и судальцовым отдельно в присутствии начальника спецприемника получается он сидит во главе стола а мы друг напротив друга согласуем позиции у меня есть проект документа ясно движение идет на спад но я считаю что нужен единый организационный центр способный к системной работе причем легитимный то есть избранный и при этом подчеркиваю сами выборы должны стать фактором новой мобилизации протестной деятельности особенно в регионах у нас за плечами очень многое многотысячные митинги переговоры преодоление вот этого этапа двух оргкомитетов абай кудринская площадь я вижу люди готовы самоорганизовываться уже возникает ядро протеста на порядок превосходящее числом все что было прежде я вижу стихийно складывающуюся коалицию где при всей личной политической конкуренции нет жестких противоречий вижу возникшую сыгранность ну так что теперь нужен постоянный работающий исполнительный орган с мандатом избирателей но это в моей голове не парламент это оперативный штаб это же ясно даже с точки зрения теории орг строительства а главное с точки зрения практики придуманный мной путь позволит избежать разногласий и создать компактный дееспособный орган поэтому я предлагаю выборы конкуренцию команд и программ кто и что конкретно хочет делать и наше с удальцовым и навальным в них участие согласованной единой командой оказывается что и удальцов и навальный согласны и 10 июня я публикую предложение и список согласованной с ними команды и их предполагаемой сферы ответственности в живом журнале он выглядит таким образом алексей навальный фбк отвечает за реформу исполнительной власти и борьбу с коррупцией по сути дела это наш премьер сергей удальцов от левого фронта отвечает за подготовку свободных выборов это законодательная власть евгения чирикова представитель экологического движения координирует непосредственно протестные действия алена попова из фонда открытых проектов занимается выработкой единой программы оппозиции владимир тор из национально-демократической партии националистов отвечает за региональную политику борис кравченко представитель профсоюзов в конфедерации труда россии работает с рабочим и забастовочным движением дмитрий гудков депутат госдума взаимодействует со сми геннадий гудков тоже депутат госдумы отвечает за безопасность андрей клычков тогда глава фракции кпф мозгур думе сейчас он кстати губернатор орловской области отвечает за работу с москвичами виолетта волкова адвокат занимается правозащитой сергей метрохин председатель яблоко занимается социальной политикой и координацией программ взаимопомощи и волонтеров илья яшин сопредседатель пар нас отвечает за международные связи ну и наконец илья пономарев депутат государственной думы занимается правовой реформой и готовит учредительное собрание конечно те кто в итоге не входит в этот список недовольны но я говорю в чем проблема давайте создавайте свои команды и баллотируйтесь какую из команд выберут то и будет работать остальные помогут кто-то мог бы даже входить сразу в несколько команд и в итоге остаться в той которая победит очевидно однако что конкуренция небольших команд оставит ряд амбициозных людей вне ядра подобного штаба и я предлагаю это осознанно чтобы вместо говорильни возник компактный рабочий орган сбалансированный с точки зрения представительства основных течений в рамках нашего общего движения либерального левого и националистического думал я и о том как обеспечить поддержку больших партий поэтому там есть люди из кпрф справедливой россии яблоко а также массового профсоюзного движения увы желающих войти в штаб либералов было гораздо больше чем у них было влияние в обществе навальный быстро передумал со своей стороны решив что в большой структуре с индивидуальным членством у него будет больше влияния чем в заранее согласованной команде поэтому випор комитет после кулуарных переговоров меняет правила выборов теперь на них идут не команды а отдельные кандидаты я до конца борюсь за рабочий штаб но окончательно понимаю что союзники создают место для тщеславной болтовни и за неделю до выборов снимаю свою кандидатуру леонид волков соратник навального и председатель центрального выборного комитета созданного для выборов координационные советы позиций объявляет что я просто хочу сорвать эти выборы смешно как я могу срывать выборы которые я сам придумал но я не хочу чтобы после них на нас показывали пальцем вот идиоты ну а ведь так и вышло и это еще не конец совет создан как итог чуть ли не первого опыта массовых и открытых выборов в интернете и это само по себе результат но сеть-то сетью а работа работой и к ней совет оказывается совершенно не готов не готов с точки зрения задач которые ставились при его создании создать рабочий штаб движения за социальные перемены крупные партии профсоюзы в него тоже не входят а не войдя начиная работать против чем немедленно пользуется кремль поэтому получается что координационный совет оппозиции мы создали оппозицию только разрушили а скоро бесславно разваливается и этот ставший бессмысленным совет эта история весьма характерна для того что принято называть российская оппозиция почему принято ну потому что нет в россии никакой оппозиции есть оппозиционеры и сколько бы сотни и тысячи людей в россии и вне ее горячо не обсуждали бы существование такой оппозиции она не появится до вопроса не актуален и прежде всего о внесистемной оппозиции не зажатой регламентом госдумы и сводом правил властной среды а также не допущены до власти на федеральном и слегка допущены на региональном и местном уровне и не согласны с вами с важнейшими моментами политики существующих российских элит но актуальность вопроса не меняет сути дела в россии нет организованных внесистемных политических сил способных умело постоянно целенаправленно последовательно и эффективно противостоять власть сопротивляться и стоять на своем организованные политические силы в россии часть созданной при ельцине и творчески развитой путином системы порой и они себя называют оппозиция ну и до кпф лдпр или справедливая россия это тоже формально оппозиция и своей удобной парламентской ниши они регулярно критикуют курс правительства и действия губернаторов но не президента и не систему никогда они не хотят и не могут задевать основы режима трогать лично начальника и его действия если они реагируют на внешнюю политику то бурными аплодисментами либо же с позиций еще более агрессивных чем у кремля с этой оппозиции все ясно но и с внесистемной ясно много выборы в координационный совет еще раз показали ее главную проблему почти полное отсутствие общей идеи хотя бы общей мечты она не стоит на объединяющем фундаменте общих убеждений а прыгает на зыбком батуте личных отношений вокруг каждого яркого и развитого человека надуть свой собственный информационный пузырь которую он еще и постоянно поддувает в соцсетях и по законам соцсетей пузырь тем больше чем радикальнее его речь так собственно формируют политические секты самая большая и заметная это конечно секта навального но есть и скромнее и все они фактически на автомате атакуют тех кто пробует играть с разными сектами кто протягивает руку другим пример ну вот михаил ходорковский дмитрий гудков почему они попадают под удар да потому что размывают единоличный контроль вождей сект над темами вдуваевыми в их пузыри им нельзя пустить в свой круг людей извне не членов секты хочешь в свои ну повторяй за лидером я принимаю все что скажет вождь не думаю потому что он вождь центр пузыря а я должен быть ему и пузырю лояля в левой среде этого нет нет пузыря сергея удальцова или пономарева или там или будрайскис почему ну потому что у левых есть общая идеология перед которой личные отношения отходят на второй план да конечно у левых тоже есть и расхождения и споры часть яростные но их истоки не в личных отношениях их основа это тактические стратегические и идейные разногласия если мы с удальцовым спорим о новороссии то делаем это не лепя ярлыки кто из нас больше или меньше путинист или американист и уж точно не думая кто будет лидером левого фронта мы не подсчитываем лайки и ретвиты мы действительно думаем правильно или нет поддерживать эту вот новороссию исходя из понимания классовой теории и интересов будущего общества либералы тоже выступают против империалистических авантюр кремля как и настоящие левые но при этом их экономическая и политическая повестка не популярны в обществе и это заслуженно с их реализацией связаны многие беды последних десятилетий мы об этом говорим им в лицо и в ответ слышим тоже не безосновательные отсылки многочисленным бедам и проблемам советского времени но сам дурак в общем как в этой ситуации можно говорить о единой политической оппозиции для сторонников либералов левые безнадежно скомпрометировали идеи равенства и справедливости сторонников левых либералы опозорили слово демократия превратили в предательскую идею союза с западом вот и представьте себе партию которая бы объединяла левых либеральных политиков создать ее можно конечно но вот только потенциальные избиратели от такой химеры разбегутся в первый же день ее существования один из путей преодоления этого противоречия создание вождейских структур я уже упоминал навального как божака крупные оппозиционные секты по сути своих взглядов социально-экономически он правый либерал политически националист а по практикам популист заигрывающий скорее с левыми настроениями борьба с коррупцией сильно напоминающая раскулачивание создание профсоюзов без рабочих лозунги за все хорошее против всего плохого главное растить круг сторонников с лидером во главе практика показывает эта тактика работает число преданных последователей возрастает но множество примеров других стран красноречиво говорят реальная политика потом не будет иметь ничего общего с лозунгами сейчас тем более что ограничителей виде политической коалиции или идеологии такой подход не подразумевает другой путь тактическое объединение не за а против это тоже эффективный способ борьбы позволяющий людям разных взглядов обмениваться опытом повышать свой политический капитал во время совместных акций против действующей власти примеры вот протесты 2011 года или созданный по инициативе гарри каспарова политэмигрантами но не безуспешно нарастившие влияние в россии форум свободной россии однако ожидать от таких структур превращение в политическую партию не приходится просто в силу глубоких идейных противоречий людей разных взглядов по-разному представляющих себе будущее общество и будущую политическую систему для меня наиболее желательный сценарий действительно ведущий к формированию оппозиции как политической силы это создание трех базовых политических партий либеральной социалистической левой и консервативной националистической при этом задача демократизации политической системы демонтажа авторитаризма и прекращение империалистических войн стало бы общей для всех трех а образ того что нужно строить в россии в ходе свободной и честной политической конкуренции был бы у каждой партии свой среди российских оппозиционных политиков есть несколько человек готовых к такому сценарию например либеральную партию могли бы создать михаил ходорковский дмитрий гудков евгений ройзман и ряд других эти политики кстати могли бы быть вполне успешными и в рамках левой политической силы для того же ходорковского мама могла бы быть даже более органичный как для промышленника создателя производств и рабочих мест у которого уже были свои левые поворота он безусловно знаковая фигура для представителей нового класса о котором я пишу в этой книге а дмитрий гудков вообще лицетворение его представителей надо сделать лишь один шаг стряхнуть себя страх оказаться связанным с идеологической базой страх и осознанно привитый с постсоветскому обществу в годы реформ но подведем черту под этой темы думаю мало кто поспорит что позиции как альянса серьезных и дееспособных политических структур в россии не существует то что сейчас так называют это набор отдельных проектов каждый из которых люди строят исключительно вокруг своих фамилий имен и отчеств а идейное поле пусто ничего содержательного кроме критики существующего положения дел мы не слышим и значит это одно на смену действующим оппозиционерам как и на смену политикам от власти придут новые думаю большинство из них даст вот этот новый класс а пока будет продолжаться хаотичный но от этого не менее справедливый протест в жерновах которого и родиться новая оппозиция